Форшированные томаты на рисовой подушке. И быстро приготовить это блюдо мне поможет кастрюля Ультра Про 3,5 литра. Первое, что нужно будет сделать, 200 граммов риса нужно будет выложить в миксер Крик и промыть до 7, вот, пока вода не станет прозрачной. Рис мы берем обычный длинно-зернистый, высыпаем его в Ультра Про и заливаем белым вином. Вы знаете, что рис и жидкость разводятся в соотношении 1 к 2, то есть 200 граммов риса и 400 миллилитров вина. Вы можете взять обычную воду, но, на мой взгляд, вино придаст незабываемый вкус и аромат этому блюду. Рис залили вином. Не забудьте посолить. Не забудьте посолить и добавить немного прованских сушеных трав. Розмарин, тимьян. Я их использую везде. И теперь мы переходим к томатам. У шести томатов срезаем верхнюю часть, примерно где-то четверть-треть. Шляпку вот так убираем. И потом при помощи ложки удаляем внутренности. Вот эту часть томата мы не выбрасываем. Мы выкладываем ее в рис. Делаем вот такие чашечки. Очень простое и вкусное блюдо. Я уверен, что многие из вас фаршируют перцы, кабачки, помидоры. Но этот рецепт элементарный, потому что одновременно готовится и основное блюдо, и гарнир. Безусловно, конечно, можно сварить рис отдельно, это все запекать отдельно. Но я привык готовить очень быстро, без дополнительных хлопот и затрат. И здесь мне помогает ультрапро. Томаты подготовили. Теперь мы занимаемся начинкой. Берем 300 граммов фарша, телятины и ягненка. Все это перемешиваем. Потом готовый фарш. Я добавляю измельченный репчатый лук, чеснок и свежие травы. Мне понадобится мята, кинза и лук-сибулет. Чтобы измельчить зелень, лук, чеснок, понадобится слишком много времени. А я при помощи комбайна Экстра Шеф все это измельчу за считанные секунды. Посмотрите, выкладываем кинзу вместе с веточками. Раньше я все время их выбрасывал. Сейчас ничего не выбрасываем. Пучок кинзы, пучок хорошей мяты. И вот столько возьмите лука-сибулет. Зеленый лук. Сюда же я добавляю репчатый лук в головку. Порежу ее на 4 части. И все это сюда складываю. 2-3 зубчика чеснока. Посмотрите, как удобно. Дергаете за веревочку. И одно вот такое движение равняется 100 ударам ножа. За считанные секунды все это измельчает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для того, чтобы это блюдо приобрело незабываемый вкус и аромат. Посмотрите, как удобно измельчать на терке волшебная мельница. При помощи нее вы можете измельчать не только сыр. Это могут быть и орехи, и шоколад, и любые жесткие и твердые продукты. Вращаем, и получается прекрасная сырная стружка. Замечательная. Посмотрите, просто восхитительная. И в мясной фарш с горчицей, зеленью и сливками мы добавляем свежий сыр. Представляете, какая получается вкуснятина. Готовить надо с любовью, с удовольствием. Это все должно быть легко в исполнении. Тогда ваши домашние презентации будут проходить на ура. Если вы будете готовить сложные рецепты с французскими ингредиентами, замысловатыми, то, конечно, скажут, нет, извини. А когда помидоры, фарш, сыр, зелень, это то, что мы привыкли с вами готовить. Начинка готова. Берем ложку и выкладываем все это в чашечки из томата. Замечательно. При помощи ложки начинку нужно будет утрамбовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем в течение 30 минут. Вуаля! Фаршированные помидоры на рисовой подушке готовы. Я уверен, что у вас все получится. Этот рецепт очень простой и понравится не только вашим домашним, но и гостям домашней презентацией. Готовьте, делитесь рецептами. И я уверен, что у вас все получится. И помните, что флоган 2015 года – изделие Тапура в каждый дом.